Добрый день всем, кто смотрит мой канал. Сегодня хотел бы затронуть несколько тем в своем видео. Очень многие из вас меня спрашивали, почему я не комментировал выходку молодого человека, когда он подошел и разделся, и имею в виду снял футболку перед выступающей Юлией Тимошенко во время форума под названием «Новый курс Украины». Многие из вас также меня спрашивали, может быть я симпатизирую Юлии Владимировне как политику, но на этом давайте остановлюсь чуть позже. Вначале я хотел бы поговорить вот о чем. Я неоднократно выпускал видео с критикой работы нынешней реформированной полиции и буду в дальнейшем продолжать выпускать материалы на эту тему. И сегодня в описании под этим видео я оставлю вам ссылочку на одно убойное видео, как задержанный двумя полицейскими молодой человек, лежа на земле с руками за головой, ухитрился выхватить у полицейского пистолет. Ну и дальше рассказывать не буду. Посмотрите сами. Это видео является очередным примером бездарности нынешней полиции. Но я хотел бы поговорить сегодня немного не об этом. В последнее время, открывая фейсбук, я там каждый день вижу видео о том, как патрульные полицейские применяют силу к водителям за то, что те не хотят предъявлять свое водительское удостоверение, требуя у патрульных вначале предъявить им факты нарушения правил дорожного движения. То есть водитель требует объяснить ему причину остановки, а патрульный называет ему любую причину и требует предъявить водительское удостоверение. Водитель, в свою очередь, требует доказательств нарушения правил, и между ними возникает словесный конфликт с личными оскорблениями. И, как правило, такой конфликт заканчивается тем, что патрульные за неповиновение, то есть за непредоставление документов, в буквальном смысле слова, вытаскивают водителя из машины, ложат его лицом на землю, надевают наручники и затем везут в участок для выяснения личности и оформления нарушения правил дорожного движения. А поскольку водитель, по ходу, еще оказывал сопротивление, то ему могут предъявить злостное сопротивление органам полиции. И, как видно из видео, полиции в таких случаях абсолютно все равно, что в машине в это время находится жена водителя с маленьким ребенком, что от этой процедуры задержания стресс получает не только сам водитель, но и вся его родня. Полиции на это все абсолютно пофиг. Вы сейчас спросите, но мы эти видео сами сто раз видели, что из этого? Я просто хочу вам рассказать, как в таких случаях ведут себя патрульные и водители в США. Чтобы вы сравнили, как закон действует в Украине и как в Америке. Чтобы вы поняли, что нет у нас никакой реформированной полиции. А есть просто недоумки в форме, для которых правила поведения в таких ситуациях написали такие же недоумки, которые сидят в Министерстве внутренних дел и в Верховной Раде. Вот посмотрите, как в США все элементарно просто. Тебя на дороге остановил полицейский за нарушение правил дорожного движения. И ты не согласен с предъявленными тебе обвинениями. Но полицейский тебе выписывают квитанцию, где указана сумма штрафа независимо, согласен ты с ней или не согласен. И ему не обязательно требовать у тебя водительское удостоверение. Он по компьютеру, который находится у него в машине, и по номеру твоей машины пробивает все данные на тебя. То есть вы поняли, никто никому абсолютно нервы не портит, никто никому ничего не доказывает, и тем более на повышенных тонах. А дальше? Ну а дальше наступает самое интересное. Вас вызывают в суд для выяснения отношений по этому вашему нарушению. То есть водитель в назначенный день и в назначенное время является в суд. Поскольку я сам воочию видел, как это все происходит, то скажу сразу, таких нарушителей в суде будет очень много. И вам придется выстоять внушительную очередь. И вот вас вызывает судья. И здесь наступает самый интересный момент. Во время разбирательства в суде, там должен присутствовать именно тот полицейский, который выписывал вам штраф. Кстати, вы можете взять в суд с собой адвоката, если вам это финансово выгодно. И вот судья заслушивает сначала полицейского, а затем вас. Затем задает вопросы, изучает, и только после этого выносит решение, виноваты вы или нет. И все это длится не более 15 минут. Но самое интересное заключается в том, что зачастую полицейские не могут прийти на заседание суда. И если водитель пришел, а полицейский нет, то судья выносит решение в пользу водителя. И наоборот, если полицейский пришел, а водитель нет, то решение о штрафе принимает законную силу. Но в половине случаев, из-за того, как я уже рассказывал, что в суде нужно выстоять очень длинную очередь, и в итоге, возможно, и не выиграть, основная масса водителей добровольно оплачивают выписанные штрафы. А теперь скажите, вы верите, что что-либо подобное может быть когда-нибудь у нас в Украине? Я не верю. Ну а теперь давайте поговорим, почему я детально не рассказывал про этот форум партии Юлии Тимошенко, который состоялся буквально 3 дня назад. Потому что я считаю, ребята, что рассказывать-то, в общем-то, и нечего. Этот форум – это обычная показуха. Юля просто дала всем понять, что стартовала ее президентская избирательная кампания. И если кто-то ждет от этого нового курса Украины, который был провозглашен на форуме, чего-то сверхъестественного, то должен вас разочаровать. Ровно 10 лет тому назад Юлия Тимошенко уже была разработана и широко анонсирована программа под названием «Украинский прорыв». Там было все то же, о чем Тимошенко говорит и сейчас. Это увеличение зарплаты пенсий и усиленная борьба с коррупцией и так далее. И чем закончился тот украинский прорыв? А ничем, полным крахом. Хотя обещаний было очень много. Ну а теперь по выходке молодого человека, который разделся перед Юлией Тимошенко. По моему мнению, ребята, это была самая обычная показуха. И хотя Юлия Владимировна сказала, что это был своего рода экспромт, всем понятно, что выход этого молодого человека на сцену планировался заранее. Иначе вы можете себе представить, какая охрана у Юлии Тимошенко? И как эта охрана сосредоточена во время ее выступления? Или вы думаете, что она усыпила бдительность охраны своей пламенной речью? И любой бы мог вот так беспрепятственно вплотную подойти к Тимошенко? Нет, конечно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как я лично отношусь к лидеру партии Батьковщина. Скажу сразу, я не вижу ее президентом Украины. И голосовать за нее я, естественно, не буду. Почему? Я сейчас тоже детально останавливаться не буду. Но если в двух словах, то потому что она в случае прихода к власти так само расставит своих людей на денежные потоки. И самое главное, она ни в коем случае не захочет ломать систему в стране. А если же одурманенный украинский народ все-таки проголосует за Тимошенко на президентских выборах, то Украина окажется именно в том месте, куда указывает стрелочка на спине у этого молодого человека. А на этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Все самое интересное еще впереди. Мальдивы казнокрадам. Офшорам слава! Мальдивы казнокрадам. Субтитры создавал DimaTorzok